привет народ в общем посудомоечная машина перестала мыть посуду инвизит посудомойка у нас уже была такая проблема там внутри помпа выходит из строя на помпе стоят графитовые подшипники скольжения они просто стираются и вал внутри начинает ходить 1 поэтому клиник помпу и посудомойка перестает работать в общем разбираем сейчас вытаскиваем и покажу как это лечится потому что миллион видео на ютюбе но никто не показывает как правильно снять сам вал дырки сверлят стучат молотками и сейчас покажу как это сделать правильно и так чтобы это было с возможностью обратной сборки и дальнейшей эксплуатации потому что там люди ломают короче разбирают это все лопает и потом ну как бы просто помпа на выброс делается это все элементарно просто нужно включить немножко логическое мышление поехали в общем разбираем посудомойку достаем помпу и дальше покажу вот так это легко делается снимаем боковую панель и вот она помпа достаем я отключаем кабелечек саму помпу сейчас секунду я вытащу и тут водичка у нас потечет нужно просто положить тряпку и собрать эту воду вот эта крыльчатка и вот сейчас покажу как ее разобрать она здесь не разборная то есть не предусмотрена ее разборка и эксплуатация в дальнейшем то есть сделал производитель так чтобы это все просто выбрасывать а вот смотрите какой огромный люк здесь вот это вот история разбивается вот там стука стоит подшипник скользения вот так это все болтается и потом вот эту крыльчатку естественно клинит люди вот здесь верят дырку выбивают там еще что-то это все делается гораздо проще сейчас покажу пойдемте гараж короче народ что мы делаем мы будем снимать аккуратно почему потому что на ютюбе куча роликов есть где люди ломают вот эту вот крыльчатку она здесь видите на свободном ходу некоторое количество делает тут почти полный оборот но снять ее нельзя вот здесь вот внутрь стоит шайба поняли да сама контрящаяся то есть вот с такими усиками и вот когда мы оттуда продеваем вот этот якорь он раз и контрится металлической шайбой люди что делают сверлят дырку вот здесь вот и выбивают ее оттуда ну как вариант потому что другие просто ломают вот эту вот историю и крыльчатка лопает я же предлагаю решение проще сильно берем брусок зажимаем его в тиски сверлим отверстие на 22 миллиметра здесь диаметр магнита вот этого вот 21 миллиметр чётенько сюда становится берем шуруповерт обезжириваем вот эту историю хвостовичок обезжириваем чтоб не было тут чтобы не скользила ничего чётенько вытираем его насухо берем вот эту вот историю и зажимаем патрон желательно был замком все теперь отсюда вот так вот можно тряпочку чтобы она не улетела дети потому что сейчас она вылетит туда вот и теперь ровно за вот эту историю отойди меня снимай вот так вот за эту историю ровно только раз и тянет все вал мы не погнули вал снялся потому что я пересмотрел кучу роликов и не нашел где вот эту историю можно нормально снять чтобы люди показали как это снимается снимается видите это все просто сняли включим свет вот теперь вот эту втулку скольжение мы можем вытащить новую выбирайте материал у меня вот на вот этой истории прослужила вот как я менял вон она там внутри она видела сюда вот сюда вот сюда она белая внутри то есть она там у меня ну короче да короче она там у меня из капролона стоит я ее поставил где-то год или полтора отработала но вот эта втулка разбивается тоже ее тоже нужно менять ей не менял сейчас я ее поменяю потому что смотрите какой здесь бене еще давайте мы вытащим она вытаскивается элементарно резиночка вот здесь вот ее желательно не потерять и вот смотрите какое здесь биение то есть здесь вот такой вот огромный люфт его не должно быть втулку можно вытащить бронзовую можно вытащить капролатановую капнуть сюда капельку смазки я смазываю бенчмет блю люк и она будет работать года полтора-два-три наверное без проблем здесь графитовые стоят втулочки они разбиваются буквально за год то есть заводская помпа мы покупали новую заказывали я не знал что можно сделать заказывали новую ко мне пришел я вызвал мастера мастер посмотрел говорит русик надо заказывать помпу я говорю они не ремонтируются они не ремонтируются мы их просто выкидываем типа заказывали ремонтируется народ вот эту штуку я уже ремонтировал и она у меня ну года полтора отработала сейчас я вытащу токаны станочек есть вот эту новую историю нового ту историю смажу соберу и будет работать еще года три-четыре потом опять он вторая помпа такая же я буду просто менять местами и все одну снял вторую то есть поменять саму помпу ну минуты две наверное занимает времени вы сами только что все видели в принципе вот такая вот история дальше вот эта штучка сюда вставляется вот эта штучка щелк и все и она работает снимается вот следующий раз если нужно будет поменять снимается точно так же ну вот народ смотрите выработка как показать даже не знаю в общем увидите да какой здесь страшный эллипс и какая огромная дыра здесь видите с этой стороны поменьше с этой стороны прям разбито все не соответственно здесь точно также видите да какой эллипс вот так вот это все разбивается и потом и потом это все очень страшно люфтить смотрите какой страшный здесь люфт ну как она может работать если просто вот этот ротор клинится клинит и все его там вот так вот сейчас из капролоктана вытащим новое втулки вот эти вот подшипники скольжение и все будет работать в общем народ закончил я точить втулочки давайте еще раз покажу что у нас было вот было вот так вот видите да какой эллипс какая выработка там ну и второй точно так же видите да вот вот этих две втулки вот они какой имели люфт тут видите да просто или страшный естественно вот последствия не знаю видно вам не видно будет давайте чем-то подсвечу попробую сейчас в общем там у нас печаль беда внутри видно да вот цепляла прям корпус вот видно дальше вот этот магнит который вот лежит на столе цеплялся и вот вытер себе тому же место и вон она новая втулочка уже видите стоит там в общем новая втулочка стоит там ну и вот вторая втулочка вот она смотрите как она одевается плотненько никаких люфтов больше здесь нет все четенько все ровненько вот так вот она теперь будет здесь стоять одеваем туда ставим вторую часть сюда ставим ставим на место и вот сейчас вот эта шайба там защелкнется смотрите ровненько раз все 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 работает ну вот у нас теперь две помпы есть можно менять их я на обе вытащил подкинул так просто провода в принципе вот такой вот нехитрый ремонт но вот чтобы снять вот эту штучку люди изоляются по разному вы видите все это делается легко и просто ну вот народ мы ставим нашу помпу и проверяем ее работа сразу видели да она сейчас дернулась остановилась закрываем смотрим сейчас она опять запустится видели да запустилась все помпа работает пользуйтесь у меня на сегодня все давайте пока пока увидимся а а а